Ладно, поехали, короче. Заказ был на книжки мои, мои книжки. Это как раз я воспользуюсь возможностью разбора своих книжек, потому что при переезде я их не разбирал в прошлый раз. Ну как, я верхнюю полку разобрал. Поехали, давайте. Комиксы оставим в стороне, наверное. Комиксовую часть, да? Давайте возьмем. Бля, вот это было печально. Да нет, давайте все возьмем. Беру сразу всю верхнюю полку. Верхняя полка называется... Верхняя полка называется книжный рай, короче. Книжный рай. Она единственная была разобрана за время моего переезда. Единственная, которую я разобрал, потому что самая важная полка, моя самая любимая. Сейчас пойдем. Сейчас я попытаюсь освободить некоторые части своего тела от книжек. Бля, давай, давай, Аристотель, не падай. Ну, одни из самых важных, короче, книг, которые у меня есть, они у меня наверху на самом, находятся, на самой верхней полочке. Докуда я достаю лучше всего. Ну, давайте начнем вообще, посмотрим, что у меня есть на этих полочках. Ща. Начнем, наверное, сверху. Там несколько игр. Дисхонор, это на самом деле, ее мне подарили. Нахер игры, конечно. Final Fantasy 9. Одна из первых Final Fantasy, в которой я когда-либо поиграл. Она тоже на книжной полке у меня стоит. На всякий случай показываю. На самом деле, никакой важности не имеет. Final Fantasy Tactics, PlayStation Portable. Диск как раз в PlayStation Portable, кстати. Final Fantasy Tactics. Final Fantasy X, Final Fantasy XII и Dragon Quest VIII на PlayStation 2 игры. Это мои самые любимые. Все, с играми закончили, про игры ничего больше не будет. Это просто мои коллекционные игрушки, которые я сохранил с прошлого. Так. На самой верхней полке, в райской полке, у меня находится одна из моих любимых книг вообще по околофилософии. Диоген Лаэрский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Отличная книжка, всем ее советую. Прочитать ее лучше всего, конечно, ну, для ознакомления с философией. Мое уважение к этой книжке. Полное собрание сочинений Платона. Все диалоги Платона в одном сборнике. Очевидно. Должна быть. Старые переводы Аристотеля. Все четыре тома, я их очень, 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 очень долго собирал, на самом деле. Чтобы найти все четыре сразу, нужно было очень сильно постараться, как ни странно. Потому что книжки довольно редкие. Там чувак, короче, написал про науку. Сейчас я ему закину статью. Статью ему закину. Где моя статья? Где моя статья? Где моя статья про науку? Где моя статья? Вот тебе, чувак, держи статью. Хочешь статью? Держи статью. Так. Аристотель. Все книжки, вроде бы, кроме риторики. Здесь риторика еще не переведена была. Риторика Аристотеля здесь не была переведена. Старые переводы Секста Импирика. Та же самая серия, что и Аристотель. Это вроде бы издательство Мысль, да? Не издательство Мысль, а серия... Философское наследие. Философское наследие. Секста Импирик. Все книжки, переведенные Секста Импирика. На самом верху у меня находится Ницше. Веселая наука. Ницше. Генеалогия морали. Ницше. Воля к власти. Ницше. Воля к власти. Лосев. Диалектика мифа. Сунь Цзи. Искусство войны. Ну, цветы Ямабуки. Тоже здесь наверху. Эта она здесь не должна находиться. Эта тоже не должна наверху находиться. Из комиксов, из манги Тетрадь Смерти у меня есть. Тетрадь Смерти. Комикс Драка Джека Тигла. Клевый комикс, кстати. Хармсиада. Отличный комикс, на мой взгляд. Тоже всем рекомендую, кстати, Хармсиаду почитать. Классная тема. Шерлок Франкенштейн. Это мне Друган подарил. Она на верхней полке. Чисто потому, что мне подарил ее Друган. Она тоже прикольная, но пойдет. И один из любимых мэрволских комиксов. Ну, вот, хороший. Моей борьбы у меня нет. Еще есть книг на верхней полке. На верхней полке у меня трактат в пробуждении Махаяну. Очень короткая, хорошая книжка. Интересная, насыщенная. И, наверное, одна из лучших книг для ознакомления с индийской философией. И Сарвипали Радхакришнан. Сарвипали Радхакришнан. Давайте я даже отзеркалю, что ли. Потому что, ну, херово, что меня так плохо видно. Давайте я зеркалить буду, потому что, ну, вот такое вот важное событие. Ну, не так отзеркалил. Я молодец, конечно. Сейчас, 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 гений. Гений зеркалочки. Вот, Радхакришнан, короче. История философии. Я ее всем по большей части... Пишет Александр, я негоден в армию. Это хорошо или плохо? Ну, смотря почему вы негодны. Если вы инвалид, вообще убитый, то, наверное, не очень хорошо. Вот. История философии. Сарвипали Радхакришнан. Большая, сразу два тома. Внутри клевая штука. Рекомендую тоже всем. Сейчас отношу эти книжки. Все, поставил эти книжки. Сейчас гвозди надо убрать с полки. Саран. Так. Пишет, я не инвалид, я ебать бык. Ну, тогда все хорошо. Я за вас рад, что вы, короче, пропустили армию. Армия говно. Я бы, конечно, мог попробовать в этом усовниться, но армия говно. Ну, по-моему, это всем известно. Можете считать себя счастливчиком. Ну, поехали. Первая связка книг. Первая связка неразобранных книг. Это вторая полка. Я ее тоже считаю еще раем. Там очень хорошие книги обитают. И эти книжки по преимуществу из тематики, ну, такого нового времени, по большей части. Это новое время, немножко позже. Какая первая книга была? Диоген Лаерский. Сейчас я развяжу книжицы. Они у меня тут в связке большие плоты. Висят, сидят, находятся. Сейчас я их освобожу от связочки. О, освободились они, освободились, освободились. Ну, давайте тогда снизу вверх надо бы начать. Что у меня тут есть? Полное собрание сочинений Юма. Издательство «Философское наследие», соответственно, Юм. Шевсбери. Эстетические опыты, я ее не читал, кстати. Георг Вильгельм, Фридрих Гегель «Феноменология духа». Артур Шопенгауэр. Несколько разных произведений, включая «Мир как воля и представление», ну, и его «О четверяком корне» достаточно в основании. Спасибо большое, Романда. Ссылка удалена. Ссылка удалена. Макс Штирнер. Единственная его собственность. Фридрих Ницше. О пользе и вреде истории для жизни. Сумерки кумиров. Или как философствовать молотом о философах. Об истине и лжи вам в ненравственном смысле. Все в одной книжке. Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла. Казус Вагнер, Антихрист, Эсэхома. И здесь, кстати, человеческое, слишком человеческое находится тоже. Как ни странно. Так, вот так вот. Берем следующую папку. Опа. Вот, 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 вот. Сейчас, надо это развязать как-то. А, ну, давайте снимем, как получится. Перумова еще не показывал. Но Перумов это новое, как бы, мое пополнение. Недавнее. Я еще до ада не дошел, ребят. В аду. Ад я, наверное, даже разбирать не буду, не знаю. Томас Рид, философия здравого смысла. Я часто критикую Томаса Рида, как ни странно. И вот. Спиноза, этика, конечно же. Кант, критика чистого разума. Эммануил Кант. Некоторые трактаты дополнительные. Шадов-то и пацифисты. Хриокер его знает. Фихты. Многие тексты фихты. Факты сознания. Назначение человека. Наука учения. Важные тексты. Гегель, наука логики, соответственно. Давайте теперь по-быстрому будем проходиться, потому что так можно бесконечно перечислять. Их очень много, но я очень много читал их в свое время. Так. Сейчас я их оставлю в порядке, в правильном, потому что я задрот. Мне нужно, чтобы они были в правильном порядке. Фихты перед гегелем. Эммануил Кант перед гегелем и фихты. Вот они сюда должны идти. Вот сюда, в правильном порядке. Спиноза сюда. Томас Рид, самый первый. Такс. Такс, такс, такс. И Шевсбери пусть сюда пойдет, например. Все, в порядке их дат возникновения написал. Следующая папка книг. Следующая папочка книг идет к вам. Сейчас. Эту надо порвать. Сейчас будем ее разрывать на куски ножом. Разорвал. Разорвал. Ну, это веревка уже такая канатная. Жан-Поль Сартер. Бытие и ничто. Жан-Поль Сартер. Бытие и ничто. Дорида. Письмо и различия. Большой сборник по Мартину Хайдегеру. Проид Контра написан при участии моего научного руководителя и многих других людей. Это подарочный сборник. Я как бы... Мой научный руководитель его лично руки в руки вручил. В принципе, спасибо ему огромное. Гигантский сборник, в котором, ну, огромное количество статей различных философов, современных исследователей по данной теме. Очень интересно на самом деле. Хайдегер «Истоки художественного творения». Хайдегер «Время и бытие» — это сборник статей. Хайдегер «Бытие и время». Хайдегер «Что такое метафизика». Это рай. Это всё райбал. Сейчас немножко пониже рая. Чистилище. Книжное чистилище. Так-с. Ну, как-то так, наверное, надо скидать. Ну, ладно. Также, условно говоря, в мой рай входит Фауст Гёте. Ну, то есть, одна из моих самых любимых книжек. Эта книжка большая, с большим количеством картинок, вообще-то. Классная книжка. Респект этой книги. Одна из самых крутых у меня в наборе коллекционной. Люблю-люблю, имею подарили. Так-с, поехали. Книга «Бытие и естество». Юрий Михайлович Романенко, мой научный руководитель. Он мне её тоже подарил. Там даже с его подписью она, соответственно. Очень интересная книженция. Короче, вот она. «Бытие и естество» есть в коллекции. Монтень тоже есть в коллекции. Опыты. Идрихшах «Суфизм». Текст, прошу, «Суфизм», конечно, есть. Никола Макеавелли «Государь». Блядь, упали книжки, нет. Дурак. «Японская классическая поэзия» есть текст. «Онтология русской философии» — эту хуйню я даже не читал. «Библия» — эту хуйню я читал. Ну как, это я читал. Читал, читал, читал. Как бы я мог не прочитать Библию? Не, ну в книжках у меня только самое такое либо интересное, либо что-то вот такое неплохое. «Тавтология Аркадия Драгомощенко», подарок от моего друга Олега Августовского. Спасибо ему большое. Там, кстати, с его дополнениями. Это забавно. «Фридрих Энгельс. Диалектика природы». Учебник по логике, вообще-то. И «Философия систематики». Эту книжку я не читал, эту я читал, но очень давно. Никакой пользы от логики я не нашел. «Кодекс Бусида». Почему бы и нет. Мои сборники. Сборники статей, в которых есть мои работы. В коллекции просто есть. «Не входит в философский рай, не в философском чистилище», если что, друзья. «Новые идеи философии» — ежегодник философского общества СССР. Просто где-то я ее добыл. Средь серединки пусть будет. Сейчас притащу другой. Все еще продолжаем философское чистилище. Философское чистилище продолжаем, короче. «Гомер Элиада» — есть. «Пятигорские видения в изучении буддийской философии» — есть. Работы Абдул-Асама Гусейнова по... Почему это? Этика или эстетика? Забыл, почему Гусейнов работал. По этике, да, конечно, есть. Я ее не читал, кстати. Но она у меня есть. «Иконография античных философов, история антропологии образов» написали Дорофеев, Савчук, Светлов, Роман Викторович, тот самый Светлов. Дорофеев, кстати, был моим, в общем, оппонентом на диссертации. Савчук, ну, прекрасный специалист, респект ему, соответственно, уважение. Текст Юркевича, русская философия, такое себе. Чадаев как раз вот у меня есть. Такое себе тоже. «Вопросы философии» два выпуска. Колин Вуд, «Идея истории», ну и автобиография. Сенсимонизм в общественной мысли, 19 век. Сейчас, друзья, разложу книжечки. Опа! Сейчас будет весело. Сейчас, короче, буду быстро перечислять. По книгам, думаю, хайлайт нужно сделать. Такс. Механика, физика, короче, механика. Массаж. Большой справочник по массажу. Хуй знает, что это такое. Честно, что это? «Искусство Древней Руси» текст. Я, у меня нет Лавкрафта, Лавкрафта он мне не нравится. Элементарный учебник по физике. Элементарный учебник по физике. Есть. Еще одна механика, есть. Физика от амарного ядра. Нормальная, кстати, большая книжка есть. Введение в психофизиологию. Есть. Западноевропейский эпос. Есть. Экспериментальная ядерная физика тоже есть. О, господи. Там внизу адок небольшой, конечно. Сейчас будет ад. Я не считаю сейчас книжки, к сожалению. Если хотите, можете пересчитать потом. Занимательная физика Перельмана. Что за хуйня? Курпатов. Нейтронная физика. История России и весь курс. Это книжка для подготовки к ЕГЭ. Атлас мира. Религиоведение и хрестоматия. Алгебраические методы в механике Галилея. Книжка. Сто великих мифов и легенд. Это из детства книжка. Мифы Северной Европы тоже из детства книжка. Мифы Древнего Китая. Живой мир тоже из детства книжка. Нет, не тот Курпатов. Много Курпатовых в мире. Блоги Армагеддона. Тоже смешная книжка из детства. Ого. Сказки и предания Ирака. Класс. Книжки по Шеллеру и Гусарлю. В коллекции просто есть. Блоги Третьего Рейха не одобряем. Короче, книжки Нортона, Пола и Сконблога. Я не знаю, что за хуйня. Курт Ванегуд. Что конкретно? Что конкретно от Курта Ванегуда? Утопия 14. Андессер и Силверберг. Не знаю, кто такие. Ну, Андерсон, не тот Андерсон. Урсура Легуин тоже не читал. Это какая-то фантастика. Все. Рэй Брэдбери. Тоже не особо читал. Альфред Бестер тоже не особо читал. Я их стырил когда-то. Крайтон и Катнер не читал их. Айзек Азимов читал. Браун и Тен. Климент и Ворсмер. Роберт Шекли. Это, кстати, все ад литературный, если что. Шумеры, кстати. Арийцы. Про арийцев текст. Про майя. Ну, египетская книга мертвых. Это не ад, на самом деле. Но она туда попала в плохую компанию. Она испортилась. Вместе с плохой компанией. Сказки Бурятов я почитал. Не знаю, не читал будет. Не Гурбатов, а Гурчатов. Ребят, вы ели. Какой Гурбатов, да. Ща, 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 ща. Блин, дах, вы сгибали, падать. Книги тупые, блядь. Не на вижу, нахуй, у вас ад. Ад непослушный. Ад меня не слушается. Пиздец. Ну, чё, друзья, поехали в ад. Блядь. Адок, конечно. Адок слаб на передок. Пиздец. Ладно, всё, давайте самые плохие книжки. Самые плохие книжки пошли. Которые я не очень люблю читать. Которые я читал, может быть, в детстве. И которые мне сейчас не нравятся уже. Или которые я не читал вообще. Встадник без головы. Драйзер, финансист. Финансист Драйзера. Саботин, Одиссея, Капитана Блада. Файхвангер, Гоя. Курдские сказки, легенды и предания. Два сборника Маяковского. Это литературный ад, замечаю. Заметьте. Вильям Шекспир. Драмы. Исторические драмы. Драйзер, Стойкий, Оплот. Апокалипсис, Ата-да-я. Александр Дюма, Учитель фехтования и Черный тюльпан. Это всё я не читал почти. Лукьяненко, Спектр, тоже не читал. Лермонтов, Герой нашего времени. Нахер. Сборники стихов Лермонтова, тоже литературный ад. Единственная книжка Виктора Пелевина, которая у меня есть, это Жизнь насекомых. Паула Каэля Мактуб. Кстати. Как ни странно. Её я читал очень давно, в детстве. Так-с. Ща, напихаем тут книженцы, как попало. Ща, друзья, подойду. Ну ладно, за 100 рублей напихался ты тут книжек. Ха-ха. Ща. Ну, это я не озвучивал ещё. Так-с. О, блядь, как тяжело-то. Из больших книг. Из больших книг. Приключения Колобков. На самом деле, это не мой комикс даже. Это комикс моего другана, который, кстати, повесился. Хуеный друган был. Ну вот, мы, вот он мне, этот комикс, как бы он у меня остался. Как бы так получилось. Так получилось, что он остался у меня. Хороший комикс. Кстати. Мифы и легенды Египта, Китая и Греции. Мифологический словарь. Довольно большой мифологический словарь. Это вот мудрость тысячелетий. Мы не одобряем самоубийство, да. Хочу всё знать. Энциклопедия детская была в детстве, я её купил, читал. Мир вокруг нас. Большая энциклопедия символов, кстати, тоже в детстве купил. Такая вот штука. Дикий мир будущего тоже в детстве. Ну и космос, звёзды, планеты и прочая хуета тоже в детстве. Такс. Ой, господи, блядь. Давай. Сейчас будет весело, соответственно. Остров сокровищ не читал. Джек Лондон не читал именно эту книгу. Алексей Толстой. Хождение по мукам хмурое утро тоже конкретно эту книгу не читал. Вот именно вот в этом издании. Сейчас идут просто украденные книжки. Последний из Магикан. Александр Дюма, 20 лет спустя. Роберт Льюис Стивенсон. Необычная история доктора Джекила и мистера Хайда. Кстати, тоже эту, конкретно эту книгу я не читал, но Джекила и Хайда читал. Чёрная стрела. Алмаз. Раджи. Вот она. Все произведения школьной программы в кратком изложении. Охуеть, краткое изложение, заебись просто. Совсем бы такое краткое изложение, да? Ну и давайте все. Последние книжки, свеженькая Свеженькая, свеженькая, свеженькая Типа, свеженькая из украденного Ник Перумов Воин Великой Тьмы, не читал Ник Перумов Странствия Мага, у меня вроде такая книжка в детстве была Но эту я стырил в этом доме Ник Перумов и Святослав Логинов Черная Кровь, не читал Ник Перумов, Алмазный Меч и Деревянный Меч Не читал Хемингуэй, Избранная, не читал Еще одно Хождение по мукам Алексея Толстого У меня целая коллекция будет скоро Герцен, Былое Думы Сергей Лукьянников и Ник Перумов Не время для драконов Русско-английский словарь Гоффман, новеллы Приключения Гулливера Бля Книжка по философии дурацкая Учебник дурацкий по философии Философский дурацкий словарь Все, книжки закончились Откуда спиздил Ну, мне сказали, можно выкинуть Я их как бы взял себе Все книжки, которые можно Короче, если книга более-менее терпимая И может быть применена мной Я ее обычно не выкидываю Ну, например, Ник Перумов Это охуенный метод От охуенной литературы Чтобы поглумиться Почему бы и нет? Схуели я буду выбрасывать Перумова Над которым буду глумиться Потом, правильно? Конечно, не буду выбрасывать Это дурак, что ли, блядь Книги, блядь Их можно продавать Там был заказ с фристайлом Самоперебедшиной Господи Ща Сейчас я сделаю небольшую эту Трансформацию Во Че, поехали Там был заказ Во-первых, от маги был заказ Тройной Раз Два Три Викинги Фольклоре Чеченцев Чеченский историк Все пророки были чеченцами Охуенная шутка Вот мы видим Ноев Ковчег Наконец найден в горах Чечни Охуенные шутки, конечно Ну и вот последний заказ Это что? На фристайл На фристайл Оперепеченный Эстетики Об андеграундном Когене И усах Ницше Даже сотку не заплатила 77 рублей, короче Офигеть Перепеченный Что ты делаешь? Бит Но копирайт Она меня заставила, ребят Она меня заставила, короче Даже сотку не заплатила Александра Перепечена Маленькая еврейская Маленькая еврейская девочка Которая не может даже заплатить 100 рублей Но хочет, чтобы про нее писали фристайлы Да ну? Е Е Е Да, это вступление как бы Вообще просто Разочаровала меня Перепечена Даже старуха Не заплатила Да Ниши без усов Шадов без минусов Как ниши без усов Понимаете? Это уже печально Кто такой Коген? Кто такой Коген? Кто такой Коген? Я не знаю Кто такой Коген? Я его вообще не понимаю Зачем нам Коген? Если есть Коготь Если есть Коктерван, например И факультет такой, да? В этом, не знаю Зачем нам Коген, короче? Серьезно Александра Зачем ты заказала мне этот фристайл? Это не мой стайл Писать про эстетику и андеграундном Когене Когда можно написать про шикарные усы Нитша А еще лучше про усы Сальвадора Дали Чтобы мне дали какие-нибудь дамы Понимаешь, Александра? Все на самом деле слишком просто Не нужно делать из меня какого-то монстра На самом деле все невероятно просто Просто я приезжаю на остров Открываю там Коген И читаю его А потом уезжаю И никому об этом не говорю Потому что читать Когена Это немножко зашквар Серьезно, серьезно Зашквар Это Стаси зашквар Философский зашквар, я считаю Александра А ты меня заставляешь читать про него рэп И все могут еще подумать Что я занимаюсь эстетикой Почти как заниматься этикой Ну или, не знаю Перипатетикой, может быть Всякие гопники там ей занимаются Но мне это не нравится Я обожаю читать рэпчину Потому что я настоящий мужчина Понимаешь? Ну и хер со мной, короче Зря ты заказала мне этот Минус, зря ты заказала мне этот фристайл Да Этот фристайл все меняет местами Может быть перестать Может быть заставить меня Хочешь этими деньгами Но зачем мне эти деньги? Ведь я могу крутить оригами У меня мало регалий Но при этом я охеренный рэпер Понимаешь? Я могу рифмовать бесконечно Без остановки Без подстановки Я могу делать это до конца целого света И мне наплевать Перепещина Вроде бы клевый философ Но понимаете В нашем мире очень много странных хуесосов Например Коген Например Коген Кстати Вернемся к Когену Как вам не логично заключить Зачем ты изучаешь Когена, Александра? Мне кажется Это немного зашкварно Это немного зашкварно Я бы не стал слушать Когена Даже если бы мне платили По тысячу рублей в день За его прочтение У меня такое мнение Понимаешь Зачем читать Когена? Лучше читать Не знаю На Торпо Или какого-нибудь Гоголя-моголя Ну что угодно Можно читать Но только не Когена Только не Когена Лучше писать В усы Нитши Разные посты Посты Или как Ежи Можно срать в трусы И тоже хотеть пищи Как Нитши Ежи кстати Тоже любит Нитши Знали про то Что Ежи любит Нитши? Ежи любит Нитши Александра тоже любит Нитши Да Действительно Это хуёвый минус Но в любом случае Минус не превращается в плюс Конечно же Да Я уже нарифмовал Я устал Пишет А Прилепин лучше Когена? Нет Прилепин не лучше Когена Ведь У Прилепина Не знаю У Прилепина болезнь интеллекта Потому что у Прилепина Умственно отсталый коллег У Прилепина нет мозга Прилепин кастрирован на 10 Не знаю Процентов Короче Он считал Он любит 50 цента Он обожает хаски Не знаю Не пользуется смазкой Во время анального секса Кстати Вот поэтому Прилепина хуже Чем Коген А Коген нормальный парень Но просто нормальный Не больше Отработал Вот так выглядит фристайл На 77 рублей Короче Субтитры создавал DimaTorzok